Лена, как убрать ненавистное нависание под подбородком? Вот вроде нет лишнего веса и осанку уже проработала, но вот передняя поверхность шеи совсем не нравится, нет четкости овала. Всем привет, меня зовут Елена Чернявская, и сегодня я вам покажу эффективный комплекс для лифтинга зоны подбородка, который бонусом поможет избавиться от очного храпа и даже улучшить носовое дыхание. Но прежде хочу вам напомнить, что чаще всего проблема передней поверхности шеи второго подбородка комплексная, и скорее всего это будет неправильная осанка, укороченная шея, отечность, ослабивание мышцы платизмы. Все это мы уже разбирали с вами, и вы можете пересмотреть эти видео на моем канале. Сегодня мы разберем проблему слабости подъязычных мышц, которая диагностируется у 70% женщин с такой проблемой. Ослабивание тонуса подъязычных мышц лечет за собой нарушение высоты подъязычной кости, а к ней, между прочим, крепится 20 поверхностных и глубоких мышц шеи, которые и выстилают дно рта. Они опускаются и стягивают за собой ткани подбородком. Вот вам поплывший овал, подвисы и дюшачья кожа. Кроме эстетических проблем, тут еще вот что. Языку будет сложно удерживать свое законное положение на небе, и он опустится вниз, перекрыв с собой дыхательные пути. А это, в первую очередь, нарушение носового дыхания, ну и тот же ночной храп. Но хорошая новость в том, что это обычные мышцы, и вернуть тонус можно с помощью регулярных упражнений, которые я вам сейчас покажу. Главное выполнять их дисциплинированно, и вы очень скоро увидите результат. Поехали! Язык делаем острый, как иголочка, и вытягиваем его далеко-далеко. Затем начинаем по часовой стрелке рисовать языком круги. Только, пожалуйста, не напрягайте область губ. Губы расслаблены, все в этой области расслаблено. Напрягается только язык, который продолжает быть острый-острый напряженной иголочкой. То же самое мы будем выполнять в обратную сторону. Медленно, в своем темпе, осторожно, не задевая за зубы, мягко и плавно работаем. Дальше прикрываем рот и кладем кончик языка на верхнее небо. По небному шву вперед и назад от зубов в области горла мы выполняем медленные плавные поглаживания. То есть мы как будто бы выглаживаем языком область небного шва. Движение плотное должно. То же самое мы выполняем зигзагообразными движениями от одного зуба к другому, начиная от горла и переходя к передним зубам. Движения должны быть медленными, но достаточно сильными. Затем мы присасываем весь язык к небу и начинаем всем языком проглаживать небо слева направо. От левых коренных зубов к правым. При этом придерживайте нижнюю тени, чтобы она у вас не двигалась и не ходила за языком. Должен работать только язык, всем своим тельцем. Как будто бы у вас по центру языка есть точка и именно ей вы рисуете на небе зигзаг. Дальше прижимаем язык к верхним зубам снаружи и начинаем проглаживать их от восьмерок с одной стороны до восьмерок с другой стороны. При этом придерживаем нижнюю тени, чтобы она не ходила за языком. Проделываем столько, сколько можете, пока язык у вас не устанет. Дальше снова присосем язык к верхнему небу и закрепим его там, как будто бы присоску. Начинаем оттягивать вниз нижнюю челюсть, стараясь удержать язык полностью на верхнем небе, не теряя ощущения присоски. Выполните несколько раз до усталости. Дозначно простой комплекс и его выполнение не требует никакой специальной подготовки. Ковриков, одежды вы можете выполнять в любое время, в удобном для вас месте, в любом формате. А с вами была я, Елена Чернявская. Еще больше полезных видео вы можете найти в моих соцсетях. Ссылки я вам напишу под этим видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok